Если вы понравитесь, я все-таки выскажусь о том, причем даже скорее как сказать. Было так много всего сказать по разным пунктам, и я сейчас пытаюсь актуализировать это в своей голове. Я давайте начну даже не с вопроса и их реплики, а просто, я думаю, это прекрасная раскраска того, как некие философы, которые любят, ну даже не философы как раз, простые люди, которые любят философию, как они ее воспринимают. Есть такая группа НОМ, она музыкальная, еще она снимает как бухгалитраж, но там, по-моему, эта как бухгалитражка про Ленина, и я могу говорить, я видел очень давно, но это гениально, значит, «Кот Васька». И она начинается с того, что сидят, значит, там, рабочие люди, пролетариант, там, человек 4, и один читает, значит, Карл Марксон на немецком языке, причем того, что никто ничего не понимает, он как-то знает буквы, и сидят такие, значит, и слушают. А примерно наша тяга летит на какой-то философии, она их всех, да, то, что любой не понимает, личный подаватель – это вот такой личный запретный плод, значит, который, там, ну, может, еще какие-то интересные вещи. Значит, один маленький вопрос. Кто-то «Э, Мария Румянцева». Я отсюда слышу, отсюда, и если вы затертили, это какой-то неопубличный интеллектуал, и кто-то очень любит, поэтому я хочу знать. Это просто текст, совершенно случайно я нашел. Нет, нет, Мария Рахманин. А Рахманин. А Румянцева? Я два слышала. У нас на факультете есть наши Румянцева. Это сработал стереотип. Я думаю, только Рахманин. Все, все, это за счет. Мы повторим, мы повторим. А, мы повторим, да. Вот так вот пишется. Да. Игорь Мин. Значит, хорошо, да. Вопрос на этом маленький. Маленький. Что я хотел сейчас сказать? Да, ну, значит, ну, конечно, диспетчер получилась такая, как-то примерно каждый вывезел свою точку зрения, и даже не обязательно на одну и ту же проблему. Что я хотел сейчас сказать? Это часть вопроса, который, может быть, вы откомментируете. Здесь вот в чем получается. Вы, когда стали говорить о философии в технократическом университете, и, во-первых, мы как-то это технократически постарались проглотить с нех иронией, потом еще Алексей воспроизводил в технократическом университете. Все-таки что понимаете вы? То есть, либо мы берем технократии, то, что мы примерно каждый понимаем, одинаково, и по умолчанию это используем. Но в этом случае получается, что ваши примеры по отношению к философскому философскому философию, это все-таки не философия в технократическом университете, а в философии нет еще. И тогда нужно как бы думать, а что это значит. Ну, первое, и то есть, как бы, значит, философия в технократическом университете, это она имеет только один способ дикимацию перед заместителем, там, провектором, или провектором по естественной части. Вот, значит, примеры нарочито выбраны юмористично. Если, например, в вышке, в ше, значит, как бы, философы, то есть, как бы, должны что-то предложить технократам, да, получается, то в МКУ тоже есть кто-то, но явно, что Ректер не технократ, раз он как бы даже говорит, что я готов присоединиться, если говорить о технократах, говорят термин, используя карстельную длину, к вашему праздному классу. Потому, да, вот если праздный класс, вы, как бы, не очень нравитесь, там, вы это богатая традиция, значит, я хочу тоже быть праздным классом. Значит, это первое. Даже можно сказать второе. И фан, другой пример. То есть, здесь, как бы, уже, кому они доказывают? Здесь, как бы, есть некая глава, то есть, и государственные, да, и директоры, и кто-то, как бы, да, сохраняет перед ними обязательства. Но здесь даже дело не в том, что государство осознает, что это некие хироты, да, которых необходимо, там, это, оберегать, да, хотя бы кто-то хироты, да, вот, а проблема в том, что государство убеждено в их неком профессиональном экспертном статусе. То есть, например, значит, там, ну, одно время, все время кто-то там порывался прочитать свою лекцию, там, слава свой пол, да, в каждом году. Надеюсь, что именно та публика, значит, которую будет слушать, да, там, по-моему, не получилось. Более дал, там, создаётся какой-нибудь, там, мировой политический форум, да, как бы, приглашают кого? Значит, декларов факультетов, заведующих в некоторых и директоров институтов, там, академии наук, да. Нет, нет, кстати, и что любопытно, вот, люди, которые у себя там, уфами, какие-то практические, да, работают там, а они, как бы, занимаются какой-то ткет, то есть, это вот у некоторых, если они уже, да, то они не тогда идут языками. И в данном случае, значит, вот, я помню вашу реплику, вот, кузьмите, то, что, значит, преподаватели вузов умеют профессионально, чтобы оценить статус вот этих вот таких вот таких людей, понимаете, да, они не просто не обладают должной компетенцией, чтобы отъесть. Тогда, получается, как бы, что, ну, всё-таки эти примеры, они из другой области, да, и мы должны всё-таки говорить о философии в техническом университете, а есть уже философии в каких-то других университетах. Есть ли, кроме мышки, как бы, ещё какие-то технические университеты, где философия... Можно я очень кратко, когда что-то с Максимом обсуждали это название, ну, оно, в общем, не является совсем точным, но, друг говоря, имеется в виду ситуация, где вы должны отвечать на вопрос. Вот, вот, не та ситуация, где, где, или что-то объяснить, что-то аргументирует. А, то есть, это не та ситуация, о которой говорит, вот, Виктор, да, так сказать, оно либо получится, либо не получится. И я вам, так сказать, немножко и крепенький, Григорий Львович адресуюсь, я вот что должен сказать? Что философия в той мере, в какой она существует в современном мире, она постоянно занималась ответом именно на эти вопросы и выработка самого разного рода стратегии. объяснения бюрократам, обществу, коллегам, да, то есть разным группам, почему и зачем она нужна. И только благодаря этому она существует. То есть, Виктор, твоя позиция, она, в силу того, что СССР нам досталось это здание, да, и она там постепенно нарушится. Я ничего делать не буду, надо, ну, как, ну, и рухнет, конечно, или не рухнет, ну, не знаю. Это не позиция, особенно, в той мере, в какой она существует. Но это я уже понял. И я, кстати, думаю о том, как мне передать коллегам-аналитикам вот эту новость, что аналитической философии в России нет. Как это сообщить им, не впадая в перспективные противоречия. Я понял уже много для себя интересных новых вещей сегодня. Я не понял уже, как это то, сами. Я же сам доходил. А, нет, ну, как это сказать? Нет, ну, это, там есть логики, я знаю, как, есть люди, как действительно интересующиеся аналитической философией, как бы транслирующие чужие мысли, да, и того довольно много. Аналитическая философия довольно понятно устроена, она устроена в виде определенного поля интеллектуального производства со своими точками фокуса в дискуссии. Вот. Когда хоть один человек из России, да, такой точкой станет, я смогу это сказать. Ну, на всякий случай мы сейчас обсуждаем эту проблему в Питере, где две недели назад прошла конференция по аналитической философии, довольно представительная и продуктивная. А вчера приехал Хинтика, и вот уже третий день Хинтика, и вот там сидят университета. Ну, это другой вопрос, я не очень понимаю, зачем оно затронено, но здесь довольно ясно показать. То есть, я не имел в виду никого у аналитики, да, потому что их почти никакой философии не существует. Но аналитическая имеет достаточно ясный канал коммуникации и в, как бы, точке дискуссии. Вот когда люди из России будут такими точками, да, все давно просто. А если бы я видел обсуждение чьей-то статьи, из тех людей, которые, может быть, темнейшие люди, как в этом потоке, мы почти не знаем, я бы согласен. За рубежом только один русский философ советского периода — это Бахтид. Ну, это отдельный вопрос. Ситуация с тем, что вам нужно отвечать на вопрос, зачем это философия, вам нужно отвечать не студентам, а перед самым в разном категории, вам нужно стать иначе. То есть, надеяться на то, что все выйдет так, как выйдет. У нас очень обычная позиция человека, от которого от другой духи достались институты, мы их как-то конформенно существуем просто потому, что существует. Моя позиция в том, что делать сейчас, чтобы через 20 лет такой вопрос не возникал по отношению к новому начальству. То, что сегодня приходится кому-то объяснять, ну что ж, кто-то учил 20 лет назад этого человека погана философия. Но я за это уже сейчас не могу ответить, не могу этого изменить. Что объяснять-то? Как объяснять? Зачем объяснять? А можно маленькое просто уточнение Виктору и вам вопрос, Виктор Анатольевич? Мне кажется, что идея эволюции, о которой вы говорили, предполагает все-таки стремление к адаптации. То есть эволюция не заключается в том, что мы просто существуем, и наша судьба сама по себе решается, так сказать, умрем или нет. Все-таки это активный процесс адаптации. Если использовать эту метафору эволюции, то… Я это имел в виду. Если философия помогает, то адаптации вообще, значит, она выживет. Ну, мне кажется, что… Вы имели в виду, что… То есть, по крайней мере, как я это услышал, что вот она дана, и она вот… Как родилась, такое она… Либо вымрет, так сказать, либо нет. Ну, хорошо, ладно. То есть… Я понял уточнение, да. Да. И вопрос, Виталий Анатольевич. Мне кажется, что в той логике рассуждения, которую вы использовали, получается, что самооправдание, по сути, является единственным мотивом и механизмом развития философии. Нет. Правильно я вас понял, или нет. То есть, вы говорили о том, что вот эта задача самооправдания всегда стояла, и все решали ее, там, и Декарты, и спинозы, и так далее. Это проблема с якобы современной философией. Это не проблема философствующая. Я начал, по-моему, с очень простого и понятного основания своих расследений, что те формы философии, которые мы считаем современными, они связаны с определенными национальными формами. Я прекрасно знаю, как вы. Мир Софии, философия для детей, философия как терапия и так далее. Все эти прекрасные практики, которые молодые люди очень любят. Пожалуйста, можно вот там повесить вывеску, повесить, как бы назвать, как бы философия, лечу от смысла жизни. Американская практика нормальная, но таких полно во фринбуке. Идете, вывеска философа, да. Ну что, мы консультации. Но та философия, о которой я говорю, да, так сказать, современная философия, она не существует иначе, кроме как там, где она существует. Она существует в университете, в достаточно сложной системе дискуссий, легитимации, самооправданий, агрессивных наездов и так сказать, и прочее, прочее, прочее. Аналитическая философия тоже является продуктом вполне определенной, как бы, структуры, вполне определенного, как бы, взаимодействия с другими дисциплинами, вполне определенного взаимодействия с государством американским, да, с чудовищным давлением, которое оказывалось там, на работу макартизма и прочее, прочее, прочее. И вполне определенной стратегии взаимодействия, кстати говоря, с представителями других дисциплин. Аналитическую философию, я даже формально не считаю, существовавшую, если бы мы наблюдали вот той-то взаимодействия представителями других дисциплин, которая характерна для ее американского уровня, чего мы не наблюдали. То есть, если мы говорим о том, что вот такой тип философии, а именно, та философия, которую продуцировал Уссер, Хайдегер, Гадемер, Дель Тейн, так сказать, Гегель, Кам и прочее, прочее, прочее. Вот если мы имеем ее в виду, вот эти вопросы как-то должны быть поставлены, и на них нужно дать ясный ответ всем субъектам и во всех пространствах. Еще раз повторюсь, как бы, специфика нашей ситуации такова, что то, что мы называем философией, со всем тем ужасом, которое оно содержать в этом направлении, это не являет. Нам осталось от другой эпохи, по-другому это все там объяснялось и так далее. То есть, этот корабль плывет, но вот он плывет именно в такой позиции. Мы не будут новых, он плывет и хорошо. Поэтому я, конечно, радикально не согласен с позицией Викторов, в том смысле, что... Но это и есть позиция человека, который просто паразитирует на самую эмоцию, с пятистолической эмоцией дошедшего человека. Тут нужно... Давайте ответственно поставим вопрос и ответим на них. Это не значит кому-то оправдываться. Надо же и себе дать ответ. Чему мы учим студентов других специальностей? Должны ли мы этот экзамен, этот курс, это делать? Действительно, давайте от него откажемся. Получается, моя позиция безответственна. Отнюдь. Ответ мы должны давать только не изобретением каких-то легенд, как прозвучало, да? Звучало в твоем докладе изобрести какую-то легенду, но неужели мы философы, неужели нам слабо изобрести какую-то новую легенду? Не изобретением легенд мы должны отвечать, а конкретной работой, вот и все. Изобретение легенд в описании русской, советской истории и философии можно, можно так сказать, в какой-то более размышленной основе делать, так и будет. Ну, это получается музеификация, это некий френд потухшей звезды. Не актуальная рука, только оперирующая пошла. Что-то вроде питерского БДТ. Труппа сдохла, театр сдохла, из крови потухшей звезды. Но он где-то занимается такой работой, и, как бы, понятно, он где-то очень много. В этом смысле это тренирующее назначение, да? Я просто вижу, что мы первый раз сегодня выбились из регламента, и, наверное, стоит уже предпринести какие-то ритуальные про прощаемые слова, как бы, благодарность и что-то еще. Я бы хотел сказать про... Ну, так как я придумал вот этот назвать технократический университет, даже в начале было, в общем, это название всего семинара, но потом я все-таки рад, что это современный университет называется, потому что я понял, что комбомерат значений технократический, он слишком большой, чтобы вот не потерять смысл. Но мне как раз хотелось отказаться полностью, если назвать просто современный, то это, мне кажется, тоже такое довольно советское словечко, если каждый учебник вот этого диамата, который я прочитал за последние дни довольно много, он начинается как раз потому, что это вот очень современный. И мне как раз хотелось полностью отказаться от того... от тех слов, которые обычно используются как раз людьми, которые каким-то образом ненавидели философов, когда они либо слушали вот эти курсы, либо когда они слушали, когда они сами были философами из своих коллег по ЦЭПу. И мне казалось, что смена полной описания языка, которое, мне кажется, в начале семинара, у нас первые две части, они как раз шли, они не касались этих общих проблем легитимации, но мне казалось, что они как раз и представляют эти проблемы легитимации, потому что мы были конкретные курсы, конкретно, что мы хотим, чему мы хотим обучить студентов. И очень вот в этом смысле технократично. У нас сидели какие-то представители там менеджеров, и вот понятно, им понятно, вот этот курс по философии, он их обучит этому и этому. Никаких легенд, мне кажется, как раз продажа легенд, это вот провал, потому что продавать надо вот эти компетенции, которые нам, я так считаю, я так думал, которые нам надо понять вообще, какие компетенции может быть, немножко пересмотреть, отказавшись от этого языка, таких общих нарративов, что философия дает другим дисциплинам, что другие дисциплины дают философии и так далее. И мне кажется, что вот мы как раз находимся в том университете, где довольно прозрачные стратегии легитимации. То есть можно объяснить, то есть мне кажется, что нас слушают, кстати, другие дисциплины, которые очень вменяемы, и которым очень сложно продать просто, ну, какие-то бессмысленные смыслы. Поэтому, мне кажется, мы находимся в такой ситуации, когда можно брать от других очень многое и тем самым помогая себе. И отвечать за свой базар отвечать. Да, да. И вот мне кажется, что сегодняшний семинар мы провели довольно продуктивно. По крайней мере, я очень многое взял от всех. Я надеюсь, что другие могут сказать приблизительно то же самое. Я хочу поблагодарить всех тех, кто пришел, приехал, принял участие, согласился принять участие. Большое спасибо. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ